Дневный разворот В ближайшее время планируется продажа некоторых объектов муниципального имущества. Речь идет о центральном рынке. 100% продажа. Речь идет о гостинице «Губернская». Речь идет о части акций компании «Куприт». И речь идет о магазине «Детский мир». Давайте по порядку разберемся в этом вопросе, потому что, естественно, уже возникают сомнения в праведности этих действий. Зачем продают рынок, зачем продают «Детский мир» и вообще по какой цене? Начнем плясать от печки, что называется. В связи с чем пошел этот процесс? Кто инициировал его? Какая необходимость? Еще раз здравствуйте. Действительно, сегодня было заключительное заседание Кировской городской думы. Администрации города предложено внести изменения в программу приватизации. В данной программе приватизации, совершенно верно, вы увидели продажи стопроцентных акций центрального рынка. На сегодняшний день это уже не унитарное предприятие, это акционерное общество. Весной этого года, да? Да, мы акционировали. Кроме того, вы увидели в программе приватизации общество с ограниченной ответственностью. Гостиница «Губернская». Раньше это тоже было унитарное предприятие. На улице Казанской. В старинном здании находится эта гостиница. Да, совершенно верно. Детский мир. Всем известно на Комсомольской. Да, предлагалось еще продать общество с ограниченной ответственностью «Виаткомторг». Но на последнем заседании городской комиссии депутатской пока депутаты отложили этот вопрос. Поэтому из программы приватизации, из проекта мы исключили данный магазин. А что за магазин, где он находится? «Виаткомторг» — это у нас два магазина у данного общества в аренде. Они находятся, не вошли они в уставный капитал, они находятся на Октябрьском проспекте и тоже в районе Центрального рынка. Там продаются товары, ну, такого… Что это, промышленные продукты? Да, народного потребления, да, кустарного производства. Но, во всяком случае, на сегодняшний день, пока мы эту тему отложили. Их арендует частник? Нет, их никто не арендует. В аренде, вы сказали? Это было унитарное предприятие «Виаткомторг». Мы тоже его реорганизовали в общество с ограниченной ответственностью. Да, и вы увидели в программе приватизации еще 64,4% акций акционерного общества «Куприд». Почему мы это делаем? К этой теме мы подходили уже очень давно. Много последних лет говорится о том, что с мупами нужно что-то делать. Да, с мупами давно, им давно уже нужно было что-то делать. Кроме того, нас подвигло изменение в законодательстве. Почему? Потому что в отношении унитарных предприятий 44-й федеральный закон тоже распространил свое действие. О госзакупках? Да, о государственных закупках, совершенно верно. И, естественно, всем унитарным предприятиям стало не очень удобно работать с этим законом. Поэтому, в общем-то, инициирование, так скажем, либо в акционерное общество, либо в общество с ограниченной ответственностью, естественно, пошло от наших руководителей унитарных предприятий. А давайте поясним, в центральных рынках какие тут у него госзакупки могут быть, к примеру? Это все, что не госзакупки, а муниципальные закупки. То есть все, что необходимо предприятию, начиная от веников, так скажем, например, то, что в своей деятельности предприятия используют, они должны покупать точно так же, как и муниципалитеты, ну и государственные тоже правительства. Ну, в общем, все, кто завязан на 44-м законе. Это что, дополнительные затраты, в том числе финансовые? Это не затраты, это, понимаете, это... Нет людей специально обученных, которые этим будут заниматься или что? Люди есть, люди бы были, да. Но дело в том, что не совсем удобно работать с этим законом конкурентным предприятиям. То есть те, которые должны, в общем-то, работать свободно, без каких-то там... Те, которым должны бы свободно конкурировать на рынке, да? То есть есть альтернатива, есть конкуренция, и в этой конкурентной борьбе они не выстаивают. Да, все, что приходится закупать для деятельности этих предприятий, нужно проводить конкурсы, нужно проводить торги. Естественно, это невыгодно, это неудобно. Поэтому наши предприятия решили акционироваться или преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью. Вот мы, конечно, подготовились с Володей, смотрели, что происходит с мопами по всей России. В частности, меня и заинтересовал опыт Московской области. До конца 2017 года муниципалитетами должна быть оценена эффективность деятельности всех мопов. Определены способы их сокращения. Сразу поставлена задача и принята обоснованные решения о сокращении мопов. Некоторые из них на 100% сокращаются. Почему это делается? Потому что основной проблемой российских мопов обозначает неэффективность. Оказываемые им услуги исполняются некачественно. Это вызывает жалобы населения. Многие мопы доведены до банкротства. Значительную долю, между прочим, за это перекладывают все-таки на органы местного самоуправления, которые в интересах населения устанавливают экономически необоснованные цены и тарифы. Речь идет о тех мопах, которые монополистами являются в оказании услуг. И здесь не только центральный рынок, который монополистам назвать сложно, например. Но есть мопы... Для определенных людей, наверное, все-таки он монополист. Сложно назвать все-таки торговлю такой монопольной сферой деятельности. Тем не менее, мы видим, что это такой глобальный процесс, идущий по всей стране. Видимо, возникший там даже не изнутри, не снизов, а сверху. Вот такая история идет. Абсолютно верно. На федеральном уровне уже давным-давно разработана концепция сокращения вот таких непрофильных предприятий, ликвидация таких непрофильных предприятий. Кроме того, если говорить о муниципальном образовании, город Киров, мы все работаем по 131-му федеральному закону об общих принципах организации местного самоуправления. И мы должны исполнять только те вопросы местного значения, которые определены этим законом. Торговля, гостиничный бизнес и другие какие-то непрофильные предприятия для города. Это, естественно, не решение вопросов местного значения. Не входит, собственно, в компетенцию. Да, не решение вопросов местного значения. Совершенно верно. А тем не менее, эти мупы приходилось поддерживать на плаву и дотации из бюджета. А давайте изначальную идею мупов вообще напомним. Ну, унитарные предприятия создавались давным-давно, еще, можно сказать, в 90-е годы. И на сегодняшний день это уже, они изжили себя как таковые. Поэтому идет сокращение и ликвидация этих предприятий. Кроме того, еще и продажа, которой мы сегодня занимаемся. Я правильно понимаю, что изначально они создавались с целью оказывать там услуги на более выгодных условиях. Такая социальная нагрузка. Ну, в общем-то, да, можно так сказать. Скорее, даже не на более выгодных, а на гарантированных условиях. Что вот эти социально важные там услуги, они будут поддерживать задачи, они будут поддерживаться муниципалитетами. И уж точно гарантированно население худо-бедно их получит. А вот как раз причина-то в том, что приходилось тарифы там занижать, какие-то условия там ставить льготные. Тем не менее, в конкурентной среде мупы выживали плохо, и бюджет должен был гасить их там убытки из бюджетных же средств. Таким образом, неэффективность налицо. И вот есть несколько предприятий, которые сейчас выставляются. И, конечно же, такие крупные предприятия, как Центральный рынок, да и Детский мир, да и гостиница Губернская, они сразу же стали обсуждаться. Потому что у всех на виду давным-давно это считается муниципальной собственностью, а значит нашей, городской, жительской. И вот тут внезапно их, значит, будет акционировать, причем 100% будут продавать. И, конечно же, тут в этот момент основной вопрос цены стоит. Ну вот давайте... К ценообразованию переходим. Я еще немножко поясню по поводу того же Центрального рынка и тех же мопов, которые мы сейчас преобразовали. От чистой прибыли эти предприятия приносили в бюджет, ну, небольшое количество денег в год. Если, скажем, давайте вот сравним на Детском мире, да. Детский мир принес нам в 2014 году всего 2 миллиона рублей, это процент от чистой прибыли. В 2015 году это тоже где-то 2 миллиона с небольшим. И 2016 год, то есть, ну, тоже 2 с небольшим миллиона. На сегодняшний день мы планируем, что в 2017 году Детский мир нам бы принес всего 177 тысяч рублей. То есть, абсолютно неэффективное управление, абсолютно неэффективная, так скажем, деятельность этого предприятия. И, естественно, оно само по себе уже потихонечку умирает. А мы сопоставить можем с затратами на него? Затраты... Они есть? Дело в том, что те непрофильные предприятия, конечно, мы не могли себе позволить из бюджета помогать каким-то образом этим предприятиям. И, конечно, они сами выживали, какие-то площади сдавались в аренду, какие-то еще дополнительные услуги сами для себя придумывали, чтобы каким-то образом все-таки зарабатывать себе деньги. И поскольку законом определено об унитарных предприятиях от чистой прибыли отчислять в бюджеты, вот, они в любом случае исполняли эту обязанность, но исполняли ее только лишь от той цены, которую, чистой прибыль, которую они могли себе позволить, так скажем, получить за год. Вот. Что касается центрального рынка, я еще раз повторюсь, что это не профиль для города, чтобы город занимался торговлей. Это тоже не сильно большие деньги, которые центральный рынок отчислял ежегодно в бюджет города. Мы помним цифры времен Солодовникова, когда он приводил. По центральному рынку за 2015 год город получил от него 11 миллионов, в 2016 году 13 миллионов, и в 2017 году мы бы ожидали там 5 небольших миллионов рублей. А с чем связано снижение? Ну, видимо, так вот. Нельзя поставить задачу, так, в этом году не 11, а 21. Как это было? Не 10, а 30. Ну, вот, ты понимаешь, снижается чистая прибыль. Да, здесь и конкуренция идет. Появилась, между прочим, в виде эко-ярмарки, например, да, которая открылась когда? В начале года. В том числе. С эко-ярмарками? Достаточно близкой территории, вот я как потребитель думаю, на близком расстоянии находится. Эко-ярмарка выполняет все те же функции, что центральный рынок, если не читать барахолку. Посмотрите, какие магазины, просторы там, допустим. Торговые центры, просторы. Это целый ряд таких магазинов практически с ценами, приближенными к оптовым. Там даже предлагается такая услуга, купи там ящик. Ладно, все, не рекламируем. Я не сказала, где. Я просто рассказываю о том, что конкуренция в этом смысле тоже возросла. Сейчас прервемся буквально на одну минуту и продолжим с Натальей Мамедовой, начальником департамента муниципальной собственности администрации города Кирова. В нашем городе на продажу выставлены некоторые объекты муниципального имущества. И мы говорим на эту тему с Натальей Мамедовой, начальником департамента муниципальной собственности администрации города Кирова. Вот сейчас Наталья Анатольевна привела примеры, сколько некоторые из этих МОПов приносили прибыли, и прибыль эта за последние годы снижается. И значительно, в разы, как мы поняли. Объект объективно снижается. В разы. И вот теперь мы все-таки перейдем к ценообразованию, по которому тоже очень много вопросов по итоговой цене, которая была представлена в отношении этих объектов. В частности, 100% акций центрального рынка предлагается продать за 220 миллионов рублей. И, кстати, там еще вот что, в 2019 году мы еще об этом не поговорили. То есть не прямо сейчас будет происходить этот процесс. И, простите, вот эту цену, 220 миллионов за центральный рынок, мы ее предлагаем вам обсудить, наши слушатели. У нас есть опрос на сайте и на странице ВКонтакте. Вот эта сумма за центральный рынок, это мало, много или достаточно, на ваш взгляд? Ну, так вот. Прикиньте, вот просто так. Сколько стоит этот квартальчик? Ну, на данный момент... Со всеми там постройками. На сайте хакирова.ру 100% проголосовавших говорят, что мало. 65% на странице ВКонтакте голосуют за вариант. Мало, на втором месте достаточно. Итак, суммы и сроки обсуждали. Я поддержу наших кировчан, что это мало. Мало. Это действительно мало. Объясню, почему. Столько стоил садик в чистых прудах? Построить. Да, примерно 230 миллионов рублей. Но, что касается центрального рынка и вообще тех цен, которые всегда мы указываем в программе приватизации. Это те цены, которые, если говорить там, допустим, ну, о каком-то объекте недвижимости, там, скажем, ну, какой-то дом. Вот. Мы там ставим примерную цену, рыночную цену, да. Что касается центрального рынка, это только стоимость чистых активов. Это только то, что вошло пока в уставный капитал. То есть, сколько стоит пакет акций. А еще проще, можно активы, ну, что это земля, это там постройки. Активы, да, это и земля, это и постройки, это объекты недвижимости. Вот. Все это оценивалось с точки зрения балансовой стоимости вот этих, так скажем, объектов недвижимости, которые вошли в уставный капитал по стоимости. Еще раз повторюсь, это стоимость чистых активов. Как будет продаваться? Естественно, продаваться будет не по этой цене. Еще раз повторюсь, по 44-му федеральному закону, опять же, мы будем оценщика искать, ну, так скажем по-русски, да, будем искать оценщика. Какой оценщик нам примерно, чтобы оценить, сколько стоит бизнес, мы сначала выясняли, за сколько оценщики могут нам оценить этот бизнес. Вот. То есть их прискуранты, их услуги сколько стоят. Да, предлагается от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, чтобы оценить бизнес. Вот. Среднюю цену мы выведем, и эта цена будет начальной ценой для оценщика. То есть, кто из оценщиков нам даст наименьшую цену, то есть мы же деньги из бюджета платим оценщику, тот оценщик и выиграет для того, чтобы оценить бизнес. Ну, по моим, вот так скажем, примерным подсчетам, я так, я не оценщик, да, я не могу, я юрист, я не могу сказать, но я так полагаю, что примерно 500-600 миллионов, 700, может быть 700, город получит от продажи акций центрального рынка. То есть конкурс номер один – это поиск оценщика? Конкурс номер один – это поиск оценщика, совершенно верно. А потом вы рассчитываете, что 600-700 миллионов все-таки, а не 220 городу. Будет стартовая цена для второго аукциона? Как только нам оценщик определит цену бизнеса рынка, естественно, мы будем уже объявлять торги на продажу, так скажем, этого же центрального рынка, да, там акций, пакет акций. А почему 2019 год фигурирует? Ну, вы знаете, у нас программа приватизации, она же рассчитана точно так же, как определен бюджет. Бюджет у нас тоже принимается на три года. Если получится, может, продадим в 2018, может, в 2019. Это от чего будет зависеть? От того, когда у нас все получится с оценщиками, когда мы подготовим документы. Все равно это очень сложный процесс. Все объекты, которые у нас на сегодня здесь в программе приватизации, мы их можем продавать, начиная с 2017, заканчивая, скажем, 2019 годом. Но когда уже вы планируете все-таки оценщика-то искать? Проводите акцион среди организаций, специализирующихся как раз на этой деятельности? Вот на сегодняшний день мы сейчас ищем тех оценщиков, которые нам скажут, сколько эта услуга будет стоить. Вот. Возьмем среднюю цену и, я думаю, что может быть... До конца года определимся с оценщиками? Возможно, определимся. Да, может быть, в начале 2018 мы уже будем торговать оценщика, а потом мы проторгуем. Если успеем, может быть, и в 2017 году. Потому что сегодня главой администрации поставлена задача, как можно быстрее, как можно больше заработать денег в бюджет. Для того, чтобы социальные проекты все-таки у нас пошли вверх, чтобы мы начали строить детские сады, чтобы мы построили те школы, которые на сегодняшний день в городе необходимы. Вот поэтому, в общем-то, нам и была поставлена такая задача в программу приватизации включить те объекты, которые мы действительно можем продать, в отношении которых действительно мы можем найти потенциальных покупателей, потенциальных инвесторов, которые приведут все это в порядок. Тем более, вы знаете, что частные инвесторы, которые приходят, частные покупатели, они, естественно, свое уже приводят в нормальное состояние. А вот когда продаются такие объекты, там какие-то условия ставятся? Потому что, когда мы видим гостиницу Губернская, мы должны понимать, там останется гостиничный бизнес или новый собственник может по своему усмотрению использовать эту гостиницу, центральный рынок. Там будет рынок, вот как рынок, или там может возникнуть торговый центр, жилые постройки, опять же, на усмотрение собственника? Гарантировать ничего нельзя, потому что, если я купила, я, естественно, определяю тот бизнес, который мне необходим. Что касается центрального рынка, то на сегодняшний день земля, на которой располагается центральный рынок, у нее есть определенный вид, разрешенный вид использования земельного участка. Так вот, сейчас центральный рынок, вся эта земля называется разрешенный вид под рынки. Тоже сложный процесс, изменить разрешенный вид использования через публичное слушание. Городума? Городума этим не относится? Нет, это не городская дума, это у нас специальные комиссии созданы, это публичное слушание. И если все-таки новый собственник определит другой вид бизнеса, мы не сможем ему это запретить. Но, опять же, посмотрим, как будут развиваться события. Да, и вот тот инвестор, помните же, когда мы хотели найти инвестора, когда мы конкурс разыгрывали на инвестора на центральный рынок. Тогда у нас были предложения. БСП плюс. Да, 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 были у нас предложения, что на месте этого центрального рынка будет рынок. Крытый в соответствии с внешним законодательством. Крытый, да, в соответствии, правильно, с 271-м федеральным законом. Но не получилось у нас тогда. То есть по пути инвестпроекта пройти не удалось, теперь приходится приватизировать, и новый собственник может делать, собственно говоря, все, что хочет с этим участком земле. Да, вот тогда вот в инвестсоглашении, в предлагаемом инвестсоглашении у нас были поставлены определенные условия. Естественно, с этих условий инвестор бы никуда не делся. А вот если немножечко уделить времени все-таки инвестсоглашениям, это совсем история теперь заглохла? Или все-таки удалось и удается еще какие-то инвестпроекты реализовывать? Законодательство несколько изменилось. На сегодняшний день есть закон о государственном муниципальном частном партнерстве. Но я вот смотрю по субъектам, мало кто этими проектами занимается и мало кто такие торги объявляет. Вообще по стране? Да, почему-то мало. Легче получается, наверное, все-таки оценить с точки зрения рыночной стоимости, да, вот этого же акция, какое-то акционерное общество и продать его. Жилья на месте центрального рынка не будет, точка, заявил глава администрации Александр Перескоков. Да, противоречивые такие у нас получаются связи. Вы говорите, что новый собственник все-таки его права. Хотелось бы, да, чтобы это все случилось. И, в общем-то, вы знаете, я так полагаю, что пока Александр Викторович у нас рядом с нами и возглавлять будет администрацию, да, скорее всего, этого не случится, потому что все-таки окончательную точку по разрешенному виду использования земельных участков все-таки принимает... ...местная власть, да, местная власть, так скажем. Но на самом деле процедура общественных слушаний здесь будет действительно важна, несмотря на то, что рекомендательный характер имеет итоги общественных слушаний. Тем не менее позиция и потребности жителей, вот здесь будет очень показательно, как город сработает. Потому что с общественными слушаниями уже три года активно работают и СМИ, и мы в этом процессе участвовали, и город понял, что нужно реагировать. И застройщики сами, между прочим, поняли, что просто так не пройдешь, потому что активность населения увеличилась. И здесь такое яркое пятно с таким серьезным шлейфом, просто так не проскочишь. Это будет, конечно, очень показательно, в том числе и для главы города, как эта процедура будет проводиться и проходить. Потому что ведь, а кто знает, может быть и неплохо, что там появится жилье. Вопрос, что именно еще предложат людям, а если там возникнет жилье и школа новая, или садик. Может, люди и это устроят, а вот еще пару скверов туда размещают. Мы же не знаем, не знаем на самом деле. Тут вот потребности жителей нужно будет, конечно, учитывать. Плохо, однозначно, мне кажется, каждому это очевидно, если просто застроят плотно высотками, не обеспечив никакой инфраструктуры. Вот это беда. А если будет все распланировано хорошо, и люди это поймут, увидят и скажут, да, нам это надо, но это другой вопрос. Хотя у застройщиков возникает, как ты знаешь, на прошлой неделе у нас был как раз эфир с застройщиками. Вопрос цены квадратного метра жилого. Некоторые застройщики придерживаются той точки зрения, что нет, нет, не можем мы вкладываться в инфраструктуру, это вот все невыгодно. И тут, конечно, будет битва. Ну, а пока мы прервемся... Да, у меня уже есть следующий вопрос. Я могу его сейчас озвучить и выйти на рекламу? Ну, давай, и уйдем на рекламу. Я спрошу просто, откуда такая уверенность, что мы продадим эти объекты? Вообще. Вообще, да. Давайте об этом после рекламы поговорим. Продолжается программа дневной разворот. Мэрия выставляет на продажу несколько крупных муниципальных объектов. Мы разбираем эти объекты, разбираем условия, по которым будут они продаваться, что будет на их месте. И вот до эфира Володя задал свой вопрос. И сейчас повтори его, пожалуйста, чтобы была возможность... Какие уверенности, что мы продадим эти объекты? Да, у Натальи Мамедова. Начальник департамента муниципальной собственности и администрации нашего города. Ну, все объекты, которые мы торгуем, они, естественно, выставляются на торги ГОФРУ. Это открытая, прозрачная информация, да. Но, естественно, бывает так, что мы знаем потенциальных покупателей к нам, естественно, обращаются с письмами, с предложениями со всех там уголков России. Откуда особенно активно идут предложения? Бывает, знаете, с Ешкаралы бывают письма, бывает с Москвы бывают. Ну, отовсюду я не могу сказать про конкретный объект. Бывает, что мы, допустим, забыли какой-то объект. Вот, ну, забыть невозможно. Реестр у нас огромный, да, просто мы его пока не готовили, допустим, тот или иной объект. Я был в разработке. В продаже, да. Приходят люди, говорят, а вот у вас этот объект муниципальный, давайте мы его купим. Интересно, как это выглядит. Здрасте, я Иван Иванович Иванов, я олигарх, я хочу купить. Это мой олигарх, не представитель олигарха. Представитель олигарха. Да, примерно так и происходит. Естественно, мы смотрим, что объект уже давно не арендуется, никаким образом он не приносит прибыль для города. Ну, и мы начинаем тоже его вносить в программу приватизации, потом мы начинаем его оценивать с точки зрения экономики, да, и выставляем точно так же на торги. И мы абсолютно точно уверены, что этот человек, который первый заявился и сказал, я хочу его купить, но, естественно, он будет в числе тех, кто увидит эту продажу и тоже придет на торги. Такая интересная ситуация. А продвижением этого товара, грубо говоря, вы занимаетесь как-то? Чтобы привлечь больше покупателей, чтобы конкуренцию создать. Список есть какой-то, не знаю, ну... Программа приватизации, да, и есть тот список, который... Нет, а вы рассылкой не занимаетесь вот по этим потенциальным людям? В Кирове продается центральный рынок через год. Да, этим мы тоже занимаемся. Мы же встречи проводим, у нас есть день открытых дверей в администрации города. Мы объявляем об этом, мы говорим об этом, мы рассказываем, каким образом, что будем продавать. А Володя, наверное, имеет в виду активный интернет-маркетинг. В том числе интернет-маркетинг. Ну, в интернете... Какое-то сарафанное радио. Муниципальное образование город Киров, там вся информация имеет место. А в каких случаях не состоится торги? При каких условиях может сложиться такое, что вот не продадите? Когда один заявляется только покупатель, обязательно ли условие, чтобы была конкуренция? Когда один покупатель заявится, он, естественно, и... Он и выиграет. Он и выиграет. Но это, опять же, торги будут признаны несостоявшимися, потому что нет вот этого подъема цены, да. Поэтому мы объявляем торги несостоявшимися и с единственным участником заключаем договор купли-продажи. А как-то ограничены там, да, вот эти вот, вы говорите, подъем цены? Тут можно поднять цену на 1 рубль. Торги состоятся? Состоятся. Конечно, состоятся. У меня еще вопросы по предприятию Куприт. Это 64,4% к планируется продажа акций. Да, совершенно верно. Почему именно эта цифра и что это означает? Это у города. Городу принадлежит 64,4% акций Куприт. Контрольный пакет? Да, это контрольный пакет. Сам Куприт заинтересован в выкупе своего предприятия? Сам Куприт очень заинтересован, потому что полигоны, которыми сегодня владеет Куприт, они уже находятся в таком состоянии, что в них надо вкладывать деньги на рекультивацию. Рекультивация стоит очень дорого. Допустим, в следующем году нам бы потребовалось 50 с лишним миллионов рублей помочь этому предприятию из бюджета, чтобы рекультивировать этот полигон. А к 2020 году он должен быть закрыт? Да, абсолютно верно. И поэтому Куприт на сегодняшний день больше потребует денег из бюджета, чем даст нам какой-то доход. А вот не так давно у нас в студии была гендиректор Купритом Ирина Владимировна Торопова. Мне показалось, она даже как-то с гордостью сказала, озвучила ту сумму, которую в городской бюджет они приносят. Порядка 11, 12, 13 миллионов рублей. Совершенно верно. Но я еще раз повторюсь, что скоро наступит время, когда нам необходимо будет Куприту помогать. Они не смогут за свой счет рекультивировать этот полигон. В случае его продажи Куприт будет за свой счет рекультиваться и заниматься. Да. И я так думаю, что у нас все получится. И придет совершенно новый, наверное, хозяин все-таки. Потому что раз Куприт было предложено продать, ну и, собственно говоря, вы знаете, что законодательство тоже в отношении полигонов, твердых бытовых отходов тоже меняется. Там очень сложные процессы. Поэтому было принято такое кардинальное решение в отношении Куприта тоже. А гостиница Губернская? Вот была же гостиница администрации города Кирова, да? Недалеко как раз. Недалеко. Вот еще осталась гостиница Губернская. Что же, когда гости приезжают? Ну, вот знаете, я насчет гостиницы городской не помню. Даже вот была при правительстве гостиница, я точно помню. А это была правительственная? Да, это правительственная была. Они ее продали где-то года назад. Но город тоже не должен, по сути, заниматься гостиничным бизнесом, но так или иначе, эта гостиница, она не приносит большие доходы городу. И требует еще реставрации и ремонта. Требует реставрации, требует ремонта, тем более, что это все-таки объект культурного наследия. Поэтому в него надо вкладывать частные инвестиции. У города нет таких возможностей, и само предприятие тоже не потянет. Гостиница Вятка, вот сейчас я вас в перерыве спрашивал, ее будущее? Нет, гостиница Вятка пока у нас работает, она у нас отремонтирована, она неплохие деньги нам приносит от своей чистой прибыли. Обращение есть? Нет пока обращения. Но если будет, вы будете рассматривать. Пока не могу сказать. Это мы уже так на будущее, да, видимо, выясняем. Будет ли расширяться список мумпов, планирующихся продажа? Возможно, возможно. Какие факторы, собственно, к этому могут привести? Возможно, если... Снижение той же прибыли, да? Да, и опять же снижение расходной части бюджета, когда нам потребуется все-таки заработать денег в бюджет. Это же не налоговые доходы. Вот. То есть, если налоговые доходы можно распланировать, да, то не налоговые доходы мы должны каким-то образом сами изыскивать за счет тех предприятий или тех объектов, которые у нас еще есть непрофильные. А сколько мумпов вообще мы забыли выяснить, задать вам этот вопрос у нас? Так, ну на сегодняшний день у нас еще мумпы, вот те, которые мы называли, это рынок, гордор, морстрой, горы электросеть. Но это все уже, которые акционировались в этом году, мы же в этом году начали процесс, да. Гостиница Губернская, Детский мир, Пяткомторг, Спорттовары, Куприт, Водоканал, Нововятский Водоканал. Ну, это те предприятия, которые еще остались в унитарных предприятиях. Ну и, пожалуй, все. Такие предприятия, как Водоканал, как горэлектросети, они в перспективе своей могут быть тоже приватизированы? Или это навсегда останется? Вы знаете, я полагаю, что эти предприятия останутся в городе и для города, потому что это все-таки... Жизнеобеспечение, собственно, города. Жизнеобеспечение города, и это, в общем-то, вопросы местного значения. И по закону мы обязаны обеспечивать вот этими, так скажем, и электроснабжением, и водой, и... Ну вот, опять же, по теплу скажу, да, теплоснабжением у нас в основном занимается ПАУТ и Плюс. И те сети, которые на сегодняшний день имеются в городе, они все находятся в аренде. А закон, например, на сегодняшний день говорит нам о том, чтобы мы заключали уже концессионное соглашение. Они неоднократно говорили у нас в нашей студии. Да, это тоже очень... Пока на сегодняшний день мы идем в этом направлении. Мы сейчас приводим в порядок все теплосетевое хозяйство. И мы ведем, находимся в стадии переговоров. Вот уже в течение двух последних лет мы находимся в переговорном процессе с ПАУТ и Плюс о заключении концессионного соглашения в отношении того имущества, которое у них сегодня находится в аренде. Ну, такова жизнь. Даля Анатольевна, вот с мопами, если более-менее все понятно, у нас просто остается буквально несколько минут. Ты от мопов уже хочешь уйти? У меня еще вопрос. Да, ну давай. Продажа по частям, возможно? Если не найдется такой человек, который готов потратить всю сумму. Абсолютно точно возможно. Можно от центрального рынка и одну акцию продать, и пять акций продать, но это невыгодно. Невыгодно. Нет, я имею в виду, чтобы несколько организаций купили вот эту заявленную сумму. Только так, вот отдельно заявляясь на какие-то отдельные луты. Ну, то есть сначала один акцион провели на часть этой территории, на часть объекта, потом вторую часть. Нет, мы же не части рынка продаем, мы продаем акции, пакет акций. Вот, поэтому можно продать только часть акций. Часть акций. Но на сегодняшний день не стоит такая задача. Для города важно заработать денег в бюджет, а по частям, ну, это уже будет какая-то половинчатая продажа, и зачем? Нет, может, такая ситуация объективно сложится, что не найдется такого человека, который разом готов 100% к акций. Да уже нашелся, раз подается рынок, сказано, что занимается теми объектами, где есть заявки. Олигарх Ивана Чиванова есть, да, тот самый? Я надеюсь, что придет не один инвестор, и все-таки нам поднимут цену с начальной цены. То есть для нас-то это самое важное, чтобы пришел не один, а пришли там 10 человек, и торги у нас все-таки состоялись на повышение. Вот Александр Викторович что-то поскромничал, он по всем четырем объектам заявил сумму порядка полумиллиарда рублей. Полумиллиарда, это он сказал, скорее всего, опять же, от стоимости чистых активов, которые указаны в программе приватизации. Как минимум. Да, я еще раз повторюсь, что каждый объект будет оцениваться оценщиком, и какую оценку даст оценщик, это и будет начальная цена торгов. На самом деле, вот те претензии, которые сейчас будут высказываться, я уверена, их будет очень много, возвращаясь к центральному рынку, просто очень яркий объект. Что земля под рынком целого квартала. Там же профсоюз есть, они же там активные, работники рынка. Это другой вопрос, я хотела немножко поговорить о земле. Земля в центре города под застройку, под жилую, стоит гораздо дороже, чем даже та сумма, которую вы называете, которой стремится город при продаже акций. Давайте я поясню. Земля сейчас, мы землей не торгуем. Свободными землями по закону мы вообще не торгуем сейчас. Вся земля, которая... Мы, в смысле, департамент. Вообще вся страна. Вся страна. Вся страна. Да, по закону. Сегодня формируются свободные земельные участки под строительство того или иного объекта. И мы торгуем эти участки только в аренду. В аренду под строительство. Для каждого вида объекта определены сроки строительства. Поэтому, если говорить о жилье, то если разрешенный вид использования земли позволяет здесь построить многоэтажный жилой дом, то мы, естественно, эту землю все равно проторгуем в аренду. С определенным количеством сроков под строительство. Если застройщик не успевает, то, естественно, мы накладываем определенные там уже санкции и прочее, прочее. И можем вообще, собственно говоря, вернуть городу объект обратно. Ой, не объект, извините, землю. А вот эта история оценить, например, кусок земли под центральным рынком в смысле того, что там может быть построено. Заранее просчитать, что если мы, значит, сейчас возьмем и будем не центральный рынок акционировать, а проторговывать землю под сдачу в аренду под жилую застройку. Заработаем больше денег. Это вообще возможен такой вариант? Здесь ведь будет оцениваться не только 100% в пакет акций, но и все объекты недвижимости, которые там расположены, в том числе и земля. Естественно, это все оценится, и я полагаю, что начальную цену мы получим. И мы не несем ответственность за оценщика, который оценивает по рынку этот закон об оценочной деятельности. Мы вообще не вмешиваемся. Важно провести грамотную оценку. Мы вообще не вмешиваемся в процессы оценки, это не наша прерогатива. Тут уже полностью ответственность лежит на оценщике. И мы постараемся еще таким образом провести оценку, чтобы оценщик еще в своем ЦРО, в котором он состоит, провел экспертизу своей собственной оценки. И я так полагаю, что оценка будет все-таки объективной, реальной и обоснованной. А вырученные деньги, распределение их, это уже не ваша задача? Ваша задача, главное, продать? Наша задача заработать деньги в бюджет, а расходную часть бюджета определяем уже при формировании бюджета. Ну, как было сказано, социальные объекты стоят во главе угла сейчас. Абсолютно верно, да, школы и садики. Очень интересно поговорить, какое еще имущество осталось у города, в каком количестве и как вы его оцениваете. Но время нашей программы подошло к концу. Я думаю, что мы еще встретимся к каким-то более, может быть, мелким объектам. Потому что очень часто обращаются к нам и спрашивают, что вот тут, значит, город выставляет на торги, там на аренду, на бульготу какую-нибудь. Вот как это все получается, как можно к вам прийти, с чем обратиться. Не зря Володя задавал вопрос, что прям с улицы человек может прийти. Вот давайте мы договоримся о том, что будет отдельная программа, где мы такой ликбез проведем. Как можно обратиться за землей или за имуществом? Спасибо. Наталья Мамедова, начальник департамента муниципальной собственности администрации нашего города. На этом дневной разворот завершен. Через 20 минут слушайте программу «Особое мнение». Ведущая Илья Афанасьева и гость нашей студии, который будет высказывать особое мнение, Андрей Вавилов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кировской области. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok